На сколько? На год. Значит, два угольчика, два крючка. Медсестра Екатерина Устинова уже 14 лет делает прививки всем малышам педиатрического отделения и городской поликлиники номер 4. Мы работаем по обязательному календарю прививок, который утвержден здравоохранением. В этом году он у нас. А 2014 года введены новые прививки от пневмокока и гемофильной инфекции. Сегодня научно доказано, что вакцинация – наиболее безопасный и эффективный способ защиты ребенка от серьезных заболеваний, большинство из которых могут быть смертельны для него. В основном прививаются у нас дети от многих заболеваний. Это как дифтерия, коклюш, корь, паратит, краснуха, столбняк, бешенство, также туберкулез у нас прививки делают, гепатиты А и Б. В этом году у нас еще введена в календарь прививок пневмокококовая инфекция. Так как у нас сейчас повышенная какая-то пропаганда против прививок идет, родители у нас имеют место отказываться от них, хотя они это имеют право, в принципе, но так как у нас до этого времени раньше в Советской Союзе отказов не было, и сейчас у нас иммунная прослойка пока еще сильная. В дальнейшем, если у нас будет больше отказов, то иммунная прослойка у нас все будет меньше и меньше. Если в данный момент они отказываются, и у нас заболеваний пока нет, и они не имеют с ними контактов, будет заболеваний все больше и больше, и их же дети будут контактировать с заболеваемыми. Мы проводим, конечно, беседы, пользы прививок. Не исключаем, конечно, что бывает осложнение после прививок или побочные какие-нибудь. Но если ребенок здоровый, обследованный докторами у нас, сданы все анализы, то на прививке в них не будет никаких реакций, и все будет хорошо. Поэтому нужно прививаться, даже если не по графику. Тогда хотя бы по какой-то своей схеме на прививки нужно будет проводить своим детям и себе, и взрослым тоже. Вопрос о том, выполнять ли вакцинацию ребенка, решают его родители. Мы делаем все прививки, так как они защищают ребенка от инфекций, и поэтому считаем это обязательным. И сами делаю себе, и ребенку обязательно будем делать. Все по графику. Лучший способ защиты от инфекций – профилактика. А самый эффективный способ профилактики – вакцинация.